Я Элина, в этом видео я расскажу о том, как сделать легкий макияж. Многие меня спрашивали по поводу именно легкого макияжа, и вот об этом видео. Давайте приступим к макияжу. Для макияжа нам понадобится, первое, корректор или консиллер, понжик, пудра, кисточки, румяна, блеск или помада, палетка теней, тушь и зеркало. Так, мы уже все приготовили, и теперь переходим к макияжу. Первое, я беру корректор и начинаю наносить на те зоны, где у меня покраснение, недостатки кожи, то есть, например, синяки под глазами или где у меня прыщи. Вот, так что это я делаю в самом минимальном количестве, потому что я не люблю наносить много тонального крема или корректора для легкого макияжа. Беру спонжик и начинаю по всему лицу размазывать корректор равномерно, чтобы нигде не было его слишком много. И с помощью спонжика это делать намного удобнее, как по мне, потому что вот раньше я делала с помощью пальчиков. Если у вас нет спонжика, вы делаете это с помощью пальчиков, но для меня удобнее со спонжиком. Только под глазами, для того, чтобы в глаза корректор не попал, я растираю пальчиками. Да, поэтому спонжик это очень удобное приспособление. Тем я пользуюсь пудрой, у меня она от фирмы Maybelline New York. Я наношу пудру с помощью специальной кисточки, которая находится в самой пудре. И, кстати, есть на обратной стороне пудра из зеркала, это очень удобно. И да, эта пудра, как по мне, очень хорошая, потому что кожа после ее нанесения не блестит. После пудры я беру палетку теней, выбирая самый светлый цвет, то есть белый. И буду наносить я его с помощью кисточки для теней. Ну а я с помощью белых теней подчеркиваю это чертание бровей. Да, ребята, это видео я снимаю по запросам, потому что после видео Make Up Every Day меня просили снять видео легком макияже на улицу. У меня белые брови, я их подкрашиваю с помощью карандаша для бровей от Maybelline и также расчесываю кисточкой для бровей. Я расчесываю брови с помощью кисточки для бровей и начала их подкрашивать только потому, что многие из моих зрителей писали, что вот у тебя незаметные брови, их лучше подкрасить. И да, я с этим согласна, у меня брови белые, они не очень заметны, и поэтому я их совершенно чуть-чуть подкрашиваю. Совершенно чуть-чуть, ребята. Следующая это тушь, я ее буду наносить на ресницы, она у меня от фирмы Maybelline New York. Вот я начинаю наносить тушь, иногда получается, что я могу промахнуться и тушь у меня будет на лице, поэтому я потом ее буду убирать с помощью спонжика. Следующим я буду наносить румяна, у меня они от фирмы Lancome и такого розоватого оттенка. Буду наносить румяна с помощью кисточки для румян, и я не люблю перебарщивать с румянами, но это часто так получается, поэтому я иногда использую пудру для того, чтобы уменьшить эффект румян. Так что да. Очень часто я задаюсь вопросом, что мне выбрать, помаду или блеск? Это я выбираю по настроению. Вот сегодня я решила выбрать помаду, она у меня в оттенке 620 от фирмы Maybelline. Да, ребята, я странный человек, но мне нравятся телесные помады и просто обычные белые блески, потому что мне кажется, они мне идут. Напишите в комментариях ваше мнение, идут ли мне телесные помады и белый блеск. Я не знаю, но мне нравится. Так что да, это был лично мой легкий макияж на каждый день, который я наношу для того, чтобы снять видео или для того, чтобы выйти на улицу. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, если тебе понравилось это видео, я вас люблю. Всем пока-пока! Смотри канал Элины Яломист Элины Яломист Элины Яломист Элины Яломи Элины Яломи